Ирина Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! А школьные трудовые отряды – это старая добрая советская традиция. Кто ее возродил в Хабаровске, кто был инициатором? Да, на самом деле это советская традиция. Еще, наверное, наши с вами родители проходили школьную практику. И примерно тем же самым сейчас занимаются современные молодежь, подростки. И этой традиции в городе Хабаровске в следующем году будет 20 лет. И администрация всячески поддерживает желание молодежи принять участие в общественно-полезной деятельности. Чем занимаются обычно ребята? И так, направлений их основных четыре. Но в принципе в эти направления подпадает любая категория работы. Это и волонтерство, это помощь инвалидам, помощь пожилым людям, это благоустройство территории, посадка деревьев, цветов, уборка территории, это социально полезные мероприятия, проведение акций, это проведение экскурсий и так далее. Мне кажется, что нет такой сферы, куда бы, если бы обратилась молодежь, желающая принять участие в трудовых отрядах старшеклатников, нет такой сферы, где бы они не могли применить свои знания, свое желание. Правильно ли мы понимаем, такая деятельность школьников, она оплачивается. В каком размере и на что обычно ребята тратят за сумму? Да, это на самом деле оплачиваемое. В этот раз получается, что современные подростки за эту работу получают деньги, не такие уж и большие деньги, чуть больше, чем 3400. Но они, естественно, работают не из-за денег. Так же, как и когда-то мы, родители наши в свое время работают за идею, за желание быть полезным обществу. У современных подростков есть такой запрос, потому что на самом деле мы становимся разобщены. И компьютеризация здесь играет с нами не лучшую роль. Мы теряем в социальной связи контакты, коммуникации. И у современной молодежи большие проблемы на то, чтобы найти свое место в обществе, быть полезным в обществе. И применить свои полученные знания, навыки, применить свои таланты в какой-то общественно полезной деятельности. И поэтому здесь речь идет, конечно, не о деньгах. Здесь речь идет о том, чтобы понять, кто я. И наша задача, как администрация города Хабаровска, просто как взрослых людей, дать возможность современному молодому человеку, у которого есть желание что-то изменить вокруг себя, дать ему такую возможность. А эти деньги, ну, приятный бонус на проезд, на что-то себе купить и сделать кому-то подарок из своих родных. А в других регионах такая мера стимуляции, она есть? Да, это история не города Хабаровска. Хабаровск здесь играет, конечно, активную роль на Дальнем Востоке. И наши трудовые отряды старшеклассников одни из лучших и интересны своими достижениями. Но это даже не краевая история. Это федеральная, по всей Российской Федерации работают трудовые отряды старшеклассников. В зависимости от региона идет оплата и в зависимости от региона идет конкретный набор, вот это вот то, что нужно в регионе. Где-то там на Кубани собирают яблоки, где-то там помогают с чем-то другим, с землей и так далее. Но у всех одни и те же стандарты, что это не больше 4 часов трудовой рабочий день, не больше 18 дней в месяц молодежь должна работать. Такой общий принцип. Ну а дальше по зависимости от региона, где больше нужны эти молодые люди и подростки. Есть ли между ребятами какой-то негласный конкурс, либо официальный конкурс? Если да, то кто победил этим летом? Да, есть, конечно. У молодежи есть запрос на соревнования, и поэтому администрация города Хабаровска предоставляет такую возможность, и победители наших соревнований, это есть и трудовые отряды, и конкретно мы выберем еще 35 человек лучших старшеклассников, которые как-то заслужили вот эту награду. И сейчас, естественно, тайну раскрывать не буду, пройдет у нас подведение итогов в сентябре этого года. Скажите, каким образом администрация города поддерживает деятельность трудовых отрядов? То есть, например, конкурс, как я понимаю, есть, на этом конкурсе что-то вручается? Да, памятные подарки, призы, но опять же самое главное, это они видят друг друга, они знают, кто чем занимается, они строят планы на будущее. Мы прежде всего работаем на перспективу для того, чтобы эти молодые люди захотели остаться в городе Хабаровске, чтобы они его любили. Для этого нужно сделать, что прежде всего? Ты не будешь сорить в том городе, где ты сам убираешься. Ты будешь относиться с добротой и душевностью к тем людям, вообще к людям, когда ты знаешь, что такое инвалид, или что такое пожилой человек, как ему трудно, как ему тяжело. Ты не будешь что-то ломать, когда ты это строил, или там, к примеру, посадил это дерево. Естественно, когда молодежь обменивается этой информацией, они строят себе планы, что они хотят в следующем году, куда они пойдут, где они могут применить свои знания, свой опыт, где они хотят себя реализовать. Мы даем им такую возможность. Как, по вашему мнению, нужно развивать именно вот это вот, то, что вы говорите, культуру экологии, именно в нашем городе, в нашем крае? Ну, культуру экологии развивать уже несколько лет, как очень модно считается. Сейчас на пике раздельный сбор мусора, и все моменты, все экологические моменты, связанные с животными, загрязнением воздуха, воды и так далее. И наша молодежь тоже совершенно не отстает в этом. На уровне мировых тенденций пытается каким-то образом сделать мир вокруг себя лучше. И наши трудовые отряды этому помогают, тем, что практически все это связано каким-то образом с экологией. И у молодежи есть возможность понять, как это нужно, как это важно сейчас нашему городу.